Существуют лярвы, самые-таки низкоорганизованные сущности, существуют бесы, существуют демоны, архидемоны. У девяти человек из десяти есть какие-то сущности. Демон главный один, который открывает дверь, сильный главный, а остальная как его свита. И у него лицо меняется, оно становится темно-серым, ее глаза, белки становятся темно-коричневыми. Он настолько испугался, что упал на пол и выполз из комнаты. Экзорцизм это духовная практика, при помощи которой происходит очищение и освобождение человека, его физического тела и тонких тел от агрессивных темных сущностей, которые мешают ему жить. Потому что мы часто не осознаем и не понимаем, что мы живем в духовном мире и духовный мир очень густо населен. И хотя люди знают, что есть какие-то сущности темные, но на самом деле эти сущности очень разнообразные. То есть существуют лярвы, самые-таки низкоорганизованные сущности. Существуют бесы, существуют демоны, архидемоны. И они разного класса, разного вида, но все это темные сущности. И некоторые из этих сущностей, они очень агрессивные, очень враждебные. И они попадают в тело человека или могут находиться в его поле и очень сильно отравляют его жизнь, давая разные симптомы демонизации. И экзорцизм это та практика, при помощи которой один человек помогает другому освободиться, очиститься от этих сущностей, чтобы обрести опять свободу, радость и чтобы вот эта утечка энергии прекратилась. Вы могли, пожалуйста, поделиться своими историями практики экзорцизма? Самыми такими яркими, которые вам запомнились и либо же были наоборот очень сложными, где вы сталкивались с тем, с чем не сталкивались до этого никогда. Да, я могу поделиться, конечно, этими историями. Но в основном, когда ко мне обращаются как экзорцизм, к экзорцисту, это я имею дело с бесами, да, это ну просто сущности или подселенцы, их больше всего. И в момент экзорцизма, когда идет этот процесс, чаще всего люди там или кричат, или у них там рвота, или кашель, или зевота, ну какие-то идут процессы. То есть это вот бесы или сущности или подселенцы, это сущности среднего такого размера, ну, условно говоря, да. А существуют демоны, архидемоны. У обычного человека демонов, архидемонов не может быть. Они могут быть только в жизни тех, кто был вовлечен в черную магию, оккультизм, осознанно, да, заключил договор. Либо его предки, то есть они могут передаваться по роду. Потому что если кто-то из членов рода заключил какой-то контракт, договор, и он не был расторгнут, то сущность может, она передвигаться по родовому каналу семьи и может оставаться. И вот самые, конечно, интересные такие драматические истории это были, когда я сталкивался с демонами. Это вот, ну, за 14 лет практики это было, ну, не более 12 раз, потому что, ну, это не так уж распространено. Но это такие истории, которые, ну, никогда ты не забудешь, да. Например, была такая история, когда у меня был семинар, я проводил очищение, и мне ассистировал мой родственник, родной брат моей жены. А он скептик такой, он вообще ни во что не верит, и он крепкий парень, я просто его брал, потому что он крепкий. Потому что во время экзорцизма бывают разные случаи, бывают эти люди там и бросаются, и царапаются, и плюются. И мне всегда нужен ассистент. Но до этого никогда мы раньше с демонами, ну, когда он не ассистировал, не попадались. Но на этом семинаре подходит девушка такая, ну, представьте, я помню, как сейчас, это Оксана. Это было в Краснодаре в синем платье, примерно стройное, 50 килограмм примерно весит, такая все маленькая. А он стоит сзади, ассистирует. Я открываю поток, и я вижу, потому что, когда демоны проявляются, это похоже, знаете, я не рекомендую никому смотреть фильм ужасов, но, наверное, каждый хотя бы какой-то фильм про экзорцизм смотрел, и многие люди смотрят, ну, как бы, как сказка. Но вот когда идет экзорцизм демонов, это очень похоже на то, что, как показывают в голливудских фильмах, очень похоже. То есть, если, когда идут сущности, люди просто там плюют, там рвота, у них кашель, кричат, то когда демоны, у человека физика лица меняется. И вот эта Оксана стоит, и у нее лицо меняется, оно становится темно-серым, ее глаза, белки становятся темно-коричневыми, зрачки черными, лицо вообще становится не ее. Ну нахер. Отец. Я это вижу. Сергей стоит сзади, не видит. Я говорю, Сергей, придержи ее. И он начинает так ее, ну, как бы, приобнял, придержать, не видя, что демон уже проявился. И она делает такое движение, вот так вот. И этот Сергей, который крепкий парень, который, там, знаете, если кого-то ударит, челюсти ломал, а девушка вот эта 50-килограммовая вот так вот сделала, и он отлетел на 3 метра. И он не понял, в чем дело, он к ней подходит, и она повернулась к нему. И он ее увидел во всей красе. В общем, там был этот экзорцизм, очень драматичный. Но когда это все закончилось, Сергей стоял, у него дрожали руки, и он курил. И он докуривал одну сигарету, и сразу подкуривал следующую. Он докуривал сигарету, подкуривал следующую. Человек, который не верил в это, считал, что это просто, что-то там я делаю, люди кашляют, чихают. У него дрожали руки, и он говорил, ой, блин, ой, блин. Но он другое слово говорил. Потому что человек, который ничего в жизни не боялся, увидел это, его мировоззрение изменилось. Он увидел, что это все реальность. Также был такой случай, когда я проводил экзорцизм в одном духовном центре, и мой помощник не приехал. Не приехал, не смог, заболел. И там в духовном центре, там были волонтеры, ребята, я подошел к администратору, говорю, дайте мне кого-то помощника, нужен помощник. И она говорит, тот парень только приехал, хочет стать волонтером у нас. И, значит, он пришел, ему сказали, помоги Агееву. Он приходит, говорит, а что помогать? Я говорю, ну я экзорцизм, сейчас будет тут у нас на очищение пришла девушка помогать. Он такой ухмыльнулся, а, экзорцизм там, типа, что за ерунда, что за... И пришла девушка. Кстати, девушка была инструктор хатха-йоги, я вот до сих пор запомнил. И у нее, она сущность делала практики, выходила из тела, и потом вернула с тела и почувствовала, там кто-то живет, то есть такая космическая подселилась. И вот когда я открыл поток, у нее проявилась тоже на физике эта сущность. И вот, как, может быть, видели в фильмах, когда человек, как паук, бегает на четырех конечностях. Вот я это видел физически. И вот когда она встала на эти четвереньки и начала шипеть, и повернулась к моему помощнику, который должен был меня ассистировать, он настолько испугался, что упал на пол и выполз из комнаты. Он выполз из комнаты, схватил свои вещи и убежал из этого духовного центра. Мне потом администратор подошла и говорит, Агеев, что ты натворил, мы волонтера взяли, а он убежал, даже не попрощавшись. Потому что он вот это увидел, настолько физика меняется. Это не просто человек шипит, там что-то говорит, это вообще другое. Вот просто. И у этой девушки во время экзорцизма, она там шипела, он плевался, он говорил, я тебя убью. Я помню, домой пришел с порванной рубахой. И у меня такое я видел два раза в жизни. Вы знаете, я сейчас иду на риск, рассказываю об этом, потому что многие подумают, это бред, это фейк, что он рассказывает, это не может быть. Но, друзья, кто будет смотреть? Я не улетевший эзотерик, у меня два высших образования. У меня высшее биологическое образование с красным дипломом и психолог. То есть я адекватный человек. Я видел, как у нее вылез язык на 15 сантиметров. И в конце он был раздвоен, как Кузьми, физически. И этот язык прямо перед моими глазами был, физически. Такое я видел два раза за 14 лет. Если бы я сам не видел, я бы в это не поверил. Поэтому, когда иногда рассказывают, что мы проводим экзорцизм, мы открываем порталы, сущности уходят, там все. Я не знаю, может такое есть. У меня такого не было. Ко мне люди приходят в основном какие-то сложные. И такие люди, от которых все уже отказываются. И если смотреть в традиции буддистской, то описано о демонах, как это мир голодных духов. Там есть, когда миры перечисляются разные. Мир голодных духов. То есть почему их называют голодными духами? Мир голодных демонов. Потому что у демонов, и у них не хватает энергии. И у них совершенно нет любви. У них совершенно нет любви, сочувствия. И у них не хватает энергии. Поэтому человек для них источник ресурсов. И когда происходит экзорцизм, то есть я не знаю. Вы понимаете, я не могу судить о других мастерах, о опыте других людей. Но мои случаи экзорцизма были все достаточно сложными. И я заметил, что, допустим, если маленькая сущность, там лярва, ее можно в портал, к Творцу отправить, вознестись. Но если сущность мощная, если сущность древняя, если она сильная, человек для него, источник ресурсов, сущности дерутся за свою территорию. Они сражаются за то, чтобы ты их не... Они упираются. Они творят такие вещи. У меня были случаи, когда человек во время экзорцизма стал душить тебя. То есть сущность охватила его руки, что он себя душил и расцарапал себе лицо. И они угрожают тому, кто проводит экзорцизм. Иногда говорят, вот эти демон говорят, кто ты такой, это наш дом. Я живу здесь 30 лет, и ты пришел сюда. Ты на себя посмотри. Я убью тебя и твою семью. У меня были такие случаи. Поэтому, конечно, они не все такие, но вы спросили о самых драматических и интересных. Поэтому экзорцизм это не шутки. И, конечно, я рассказал самые такие страшные, самые такие тяжелые случаи. Но мы должны понимать, что сущности бывают разные. И иногда очищение происходит просто. Человек позевал и очистился, если это сущность мелкая. Иногда, если сущность средних размеров, то человек там покашлял, порыгал, потошнило его, там еще что-то, поколбасило. Но когда это демон, это идет сражение. Они часто разговаривают. У меня была интересная история, когда я в Питере проводил семинар, и у меня была женщина, пришла с мужем, которая очень богатая. И они были на моих семинарах, и они видели, как, знаете, люди исцеляются, люди выздоравливают. И она подошла и говорит, слушай, мне вот так вот на сердце пришло, как сказать, ну, помогать тебе, как в мастера сеять или как донейшн давать, потому что ты такие чудеса мы никогда не видели. Я говорю, хорошо, я не против. И они вот так меня поддерживали. Пока не случилась одна история. Они пришли ко мне на семинар, и был мощный поток, и у него проявился демон. А семинар шел вообще на другую тему, ну, просто вот в поле. И ее начало выкручивать, и этот демон проявился, и я начал его изгонять, и он начал разговаривать, и он представился. Это был демон вообще инопланетный, другой. И он сказал, он назвал свое имя, он говорит, я ненавижу этот род, я давно в этом роду, я хочу ее убить, я не хочу, чтобы она была успешная. И я его изгнал, этого демона. Я его изгнал. На глазах у 70 человек это было. В конце 2017 года это было. Но что интересно, эта женщина, вы знаете, у нас у русских такой менталитет, знаете, есть. И потом люди же это все обсуждали, съемки не было. И она потом говорит, ой, зачем ты это сделал публично, что произошло, в общем, и перестала на мои семинары ходить. То есть у нас у людей вот этой нет культуры. И я часто вижу такое на семинарах. То есть иногда бывает очищение идет, и те, у кого нет очищения, они смотрят и говорят, ой, хорошо, что это не у меня. Вот точно он какой-то демонизированный, одержимый. Вот я так и знал, что это нехороший человек. Какое-то осуждение. В то время, как я знаю, как экзорцизм-целитель, что у 9 человек из 10 что-то есть. У 9 человек из 10 есть какие-то сущности. Другое дело, что не все из них агрессивны. Другое дело, что не все из них проявлены. Есть такие спящие сущности, которые в поколении могут спать. У мамы нет, у дочери проявилось. Есть сущности, которые просто энергию попивают, вообще никак не проявляются. Они есть у всех. И нам надо иметь такую культуру, что если человек очищается, сказать, хвала Всевышнему Творцу, что человек очистился, благодарность ангелам, силам света, что человек освободился. А люди часто говорят, «А, вот он какой одержимый, бесы у него. Теперь я понимаю, почему он мне денег не занимал. Плохой человек». Ну, такое очень примитивное отношение. И вот эта женщина, то есть для нее нет, чтобы порадоваться, что я очистилась, освободилась, а она, «О, меня, это было на глазах у 70 человек, через ее уста демон разговаривал. Но ведь это было спонтанно, я это не планировал. Но такая история была в моей практике». Так я потерял свой донейшн. Мне так нравится, как вы рассказываете об этом с улыбкой. Просто эти истории, я сижу в таком легком шоке. Я, кстати, расскажу, почему я рассказываю с улыбкой. Рассказать? Это уже профессионально. Дело в том, что когда у меня семинары живые, и начинается групповой экзорцизм, обычно это на первый день, и я призываю ангелов, призываю поток Творца, и там начинается вот это. Кричат, рыгают, кашляют, там под линолеум зарываются, и люди пугаются. И у меня часто были случаи такие, что люди приходят, ну как люди приходят? Ну будет очищение, будет от сущностей. И все представляют так, будет медитация, будет сидеть Агеев, какой-то портал откроется, как-то сущности соберутся, такие пушистики, как-то уйдут там все. Но у меня на семинарах так не происходит. Там такой трэш происходит, знаете. И часто были случаи, что люди, когда видят, кто-то начинает кричать, в конвульсиях биться, рычать, или там из девушки мужской голос такой демонический говорит, «Не трогай меня». «Я тебя ненавижу», то часто люди просто убегали из семинаров, не забирая предоплаты и билеты, даже не прося их обратно, просто убегали. И я потом нашел такой выход из этой ситуации. Я научился разговаривать о сущностях с улыбкой и с юмором. То есть я знаю, что я сын Бога, я знаю, что я это не придумал по книгам, мне творец дал эту силу их изгонять. И поэтому я говорю, не переживайте, это квартиранты съезжают, они не платили за свет, пусть они уходят, вы плевайте их, вы вырыгивайте их. И я начал шутить во время семинаров, для того, чтобы, потому что люди вот так вот сидят, да ну нафиг, что здесь происходит, хрен, ну это реально. И люди сбегали из семинаров, просто сбегали из семинаров. И я научился с улыбкой о сущностях рассказывать, чтобы, когда, знаете, кто-то кричит и рычит и видят, что ведущий улыбается, и они понимают, что для него это, ну как бы ерунда, они тогда как бы расслабляются. А когда я поначалу был серьезным и говорил, а ты демон, а ну иди сюда, тогда и люди думают, о, куда мы попали, надо убегать. Групповой экзорцизм, это означает, что вы стоите где-то в стороне, на сцене, либо же в середине круга, и запускаете поток, запускаете практику очищения, или взаимодействуете с каждым лично? Да, вот именно как, и так, и так. То есть вначале на группу, и потом я вижу, то есть есть такая молитва, которая, скажем, в начале, я запускаю поток, есть такая молитва, чтобы я провоцирую таких вот демонов, сильных всех проявиться, обнаружиться. И как правило, это сразу видно, и к тем людям я уже индивидуально подхожу. Вот. Плюс у меня еще есть ученики, я обычно их приглашаю на свои семинары, они еще ассистируют, помогают. Потому что бывает группа большая, там 50 человек, если я одному человеку буду вести экзорцизм, то группа 49 человек сидит, скучает. Поэтому я обычно... Дело в том, что когда происходит экзорцизм, тоже мало кто знает, что очень редко в человека одна сущность. Они обычно группами. Но происходит так в духовном мире, что демон главный один, который открывает дверь, сильный главный, а остальное, как его свита. Ну вот, это если упрощенно. Поэтому когда происходит экзорцизм, я главного изгоняю, а потом вот это мелкие, когда выходят, я уже отдаю ученикам, они там этих квартирантов пакуют чемоданы дальше, чтобы они съезжали. КОНЕЦ Позвонки встаньте на место, мышцы встаньте на место, мышцы встаньте на место, и всякая болезнь выходит через рот, вот сейчас подошли ангелы и поток Творца, и все позвонки, мышцы, все сухожилия, все связки, все становится на место, и всякая болезнь выходит через рот, и через эту вибрацию, поднимается вверх, выходит через рот, принимай, расслабься и принимай, больше. Ангелы, завершите это исцеление, 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 Саки, дух немощи, дух болезни, выходи через рот, дух немощи, дух болезни, выходи через рот, выходи с кашлем, с зевотой, с отрыжкой, Дух немощи, дух болезни, дух тьмы. Го! Пусть это уходит. Коснись. Выдыхайте, выдыхайте. Выдыхайте, выдыхайте. Выдыхайте, выдыхайте. Выкашливайте. Выкашливайте. Вы зевывайте. Выкашливайте, выдыхайте. Отрыгивайте это. Все это уходит. Это уходит. Оно не может остаться. Оно не может остаться. Вот, 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 подходит. Давай, давай, выпускаю. Вот здесь давай. Давай, отпускай, отпускай. Отпускай, отпускай, отпускай. Отпускай, отпускай. Я вытаскиваю это за хвост. Я вытаскиваю это. Вытаскиваю. 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 полное очищение я не сталкивалась с серьезными демонами я поделюсь своим опытом работы через аксесс бар сущностями у меня это было очень большое удивление потому что для меня это была практика очищения и в момент когда я делала скажем так другим человеком я делала ставила ему бары и у него началась зевота потом начал кашлять и начал корчиться физическое тело начала слегка трястись хотя он был погружен в такой легкий транс то есть это такое между сном и бодрствием то есть человек он в принципе уже не двигается но моментами понимаешь что происходит и для меня это то есть я я как бы давно в этой теме я понимаю что это я знаю я видела слышала я никогда не делала это самостоятельно и момент когда я оказалась наедине с этим у меня был ну то есть я столкнулась с тем что сейчас мне нужно будет это отправлять поток белого света и у меня просто я как бы держу бары и порядка нет 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 может быть он просто зевает и потом начинается но как бы начинает каждый это начинает скорючиться то есть никто со мной не разговаривал никакими словами я не шла на диалог хотя мне говорили при обучении что есть возможность пойти на контакт то есть можно расспросить ему но я ну просто не хотела этого делать потому что в меру возможно на тот момент какой-то неопытности я не хотела разбираться не было важно это все вывести отправить поток белого света и закрыть просто портал, чтобы человеку стало легче. И был момент, когда я несколько раз запускала энергию по телу, и несколько раз выходили разные аспекты, то есть в момент я это чувствовала как? Где были какие-то определенные, я чувствовала, что энергия не проходит, туда я обращала внимание больше всего и запрашивала, что там. И мне показывалось это в виде сущностей были моменты. Даже не блоки, не какие-то ограничения, какие-то установки человека, а именно сущностями. И действительно их может быть несколько, я сталкивалась с таким моментом. И в момент, когда я выводила из человека, потом он ушел, все закончилось, я вроде бы почистила пространство, все стало хорошо. Но я приготовила завтрак, поставила завтрак на стол и ушла в другую комнату. Возвращаюсь, а тарелка просто стоит на столе, а все содержимое просто осторожненько вот так вылито на полу. И то есть ничего не происходило, не было никакого звука, это была секунда. И я такая, ну осматриваюсь и чувствую, что что-то есть. То есть на тот момент это я просто говорю о том, чтобы люди, которые занимаются экзорцизмом не так серьезно, как вы, не экспериментировали, потому что в моем случае это было не экологичное очищение пространства. То есть я села ее, вывела и не довела до потока. То есть был какой-то момент, либо же это была сущность, которую я не уловила, и она не ушла в поток белого света, либо же я допустила где-то ошибку и оставила ее здесь в пространстве. Ничего не было страшного, потому что я была просто спокойна, я поблагодарила ее за все, я отправила ее в поток. Вот, были ли у вас моменты, когда сущность выходила из человека, именно демоническая, потому что это не вот такие вот легкие моменты, когда вы просто чувствуете присутствие, и она не воздействует материально, она же может и в вас вселиться. То есть были ли у вас моменты, когда были такие предпопытки с демоном взаимодействовать? Хороший вопрос, я вот поддержу, Анастасия, твою мысль первую, что экзорцизм это не шутки, и вот демоны это не шутки. У меня есть реальная история, это произошло в 17-м году, я был на семинаре в другом городе, мне звонят из духовного центра, где я веду прием, и говорят, ну, ЧП произошло. Что произошло? Студентки в общежитии жили, живут студентки, и одна из них, первокурсница, и одна из них начала шутить, ну, вот как, такие шутки, давайте призывать демона, демон, приди, демон, проявись, и вот так вот ходит и шутит в течение дня. А те говорят, подруги, да остановись, что за ерунда, она шутит, демон, приди, демон, это. В общем, они пошли на занятия, она должна была на вторую пару, она на занятия не пришла, она не пришла, они возвращаются домой, смотрят, она уже не она, из нее там уже мужик разговаривает, то есть, представляете, как это, поэтому вот эти все практики, там, ну, там, на доске гадают, призывают, это очень все опасно, это можно стать демонизированным, действительно, это не шутки. Теперь, относительно насчет вопроса того, что, когда происходит экзорцизм. Дело в том, что демоны, они считывают моментально пространство, и они считывают и понимают, кто перед ними стоит. Они понимают, имеет ли этот человек над ними власть, они понимают, имеет ли человек полномочия свыше, чтобы их изгонять, или не имеют. Эта история я вот, когда изучал, так как я мистик, изучаю разные священные писания, в Библии описана такая история, когда Иисус Христос ходил и сгонял демонов, и там были сыновья Скевы, они подсмотрели, и потом, о, и мы так сможем, и потом начали, позвали этих демонизированных, говорят, выходи. Они говорят, мы Иисуса знаем, а вы кто? И написано, что эти демоны, этот демон в человеке избил этих людей и раздел их, то есть опозорил еще. То есть говорят, мы знаем, то есть другими словами, они внешне ритуал повторили, молитву, как это делать, но у них не было санкции на экзорцизм. Демоны моментально считывают, хочешь ты попробовать их изгнать, или ты знаешь о своей духовной власти, и ты не допускаешь мысли, что они не уйдут. Они знают, кем ты себя осознаешь. Слушай, в моем случае мне это служение дали свыше. Мне сказали, что мы тебе даем власть над всеми демонами, ты сын Бога, как и вы, дочь Бога, как и любой. Мы все дети Бога, но я это осознал. И мне свыше мои духовные наставники показали, что в иерархии духовного мира, когда мы осознаем, что я дитя Бога, я сын Бога, во мне его ДНК, во мне его жизнь, во мне живет сам Бог, то я автоматически сильнее демонов любых. И демоны не могут ко мне прикоснуться, потому что я единое целое с Богом. Если прикоснуться ко мне, это прикоснуться к Богу. Разрушить меня, разрушить Бога, а это невозможно. И самое интересное, что это не умственное знание, а это опыт, это знание внутреннее. То есть я в это верю, я так живу. И мое послание основное людям, вот у меня школа там идет 7 месяцев, там разные уроки, 28 уроков. Но главное послание всем 7 месяцев, я говорю, у меня, как сказать, дар такой, активировать в людях их божественную природу. То есть люди, которые со мной дружат, смотрят мои вебинары, учатся в моей школе, они осознают свою божественную природу. То есть это самое главное. Он осознает свою божественную природу, и уже от этого ясновидение раскрывается. Он осознает свою божественную природу, и уже от этого он начинает лечить руками. Он осознает свою божественную природу, и уже не он боится демонов, а демоны его бояться начинают. Потому что в иерархии духовного мира, когда ты осознал себя сыном или дочерью Бога, и проявляешься так, живешь соответственно, то ты сильнее демонов и выше ангелов. Ангелы, они на уровне помощников и слух становятся. Поэтому иногда люди спрашивают у меня, а как правильно ангелов просить или приказывать? Я говорю, это зависит, кем ты себя осознаешь. Если ты уже осознаешься, что ты сын Бога или дочь Бога, что ты проявление божества, ты можешь им приказывать. Но если ты еще это не осознаешь, ты просто духовный искатель, лучше тебе их просить. То же самое с демонами. Здравствуйте, друзья! Спешу пригласить вас в свою школу духовного развития. В моей школе вы научитесь авторским практикам поднятия вибраций, благодаря которым вы сможете практиковать, не выделяя формально для этого времени. В общественном транспорте, на прогулке, в обеденный перерыв вы сможете поднимать свои вибрации и соединяться с высшими силами. Также в моей школе большое внимание уделяется тому, чтобы вы научились видеть, слышать и ощущать физически своих ангелов-хранителей, своих духовных наставников. Вы научитесь целительству руками, вы научитесь очищению людей от темных энергий и сущностей, вы научитесь очищению рода. Каждый из вас, завершив обучение, вы сможете любому человеку провести 4 сессии. Сессию ангелотерапии, сессию духовного целительства, сессию духовного очищения от сущностей и темных энергий и сессию очищения рода. Обучение построено таким образом, что со второго месяца обучения вы будете практиковать друг на друге. Это для того, чтобы все знания перешли в навыки, чтобы вы стали проводником чудес, проводником света, проводником эволюции, осознанности в своем городе, в своей стране. Дорогие, жду вас в своей школе. Михаил, я хочу еще немножко такой момент уточнить. Я просто знаю, что слово «приказывать» и «слуги» может восприниматься иногда немного высокомерно с точки зрения того, что это какое-то такое не очень уважительное отношение. Но тем не менее, я просто так же взаимодействие даже с приказным каким-то моментом, это идет через благодарность. Естественно, это немного не так, как людьми бывает, воспринимается невежливое, как чему-то неуважительному. Это в любом случае с благодарностью, с пониманием того, что это служить. То есть служение Богу, служение человеку, служение миру. То есть в таком формате. Я просто знаю, что вы имеете это именно так, чтобы не возникало никакого недопонимания между нами и зрителями. Хочется спросить, при столкновении или даже встрече с вот такими мощными демоническими сущностями, которые уже поработили тело, как удавалось оставаться в живых? Вы говорили о том, что они взаимодействовали с человеком, то есть заставляли его душить себя же, расцарапывали лицо и упомянули, что вы сами вернулись с разоротой рубашкой. То есть получается, что на физическом плане они прекрасно проявляются. И те угрозы, которые они говорят, они в принципе в силе воплотить в жизнь в этом реальном мире и навредить другому человеку. Как вам удавалось оставаться невредимым? Хороший вопрос. Ну, во-первых, это то, что мне это служение дали свыше. То есть моя история, это не та история, что я прочитал книгу и решил стать экзористом. Это служение мне дали свыше. Соответственно, мои ангелы и рука Творца, Создателя всегда со мной, и вокруг меня всегда огненная стена защиты. Это во-первых. Во-вторых, вот эти все случаи, о которых я рассказывал, это случаи, которые были несколько лет назад. И я заметил, хотя и до сих пор эти демоны упираются, сопротивляются, не хотят уходить, у демонов есть такая особенность. Они будут с тобой делать столько, сколько ты им позволяешь. То есть, к примеру, я раньше их изгонял, и они там сопротивлялись, плевались, царапались, на меня бросались. И меня это устраивало, а я их все равно изгонял. Но потом я от своего наставника, у меня наставник по экзорцизму, африканец, да, я узнал, что, например, если демонам приказать, опусти, ну, то есть, этому человеку, который демон, да, если ему сказать, опусти свои руки, там, или я связываю твои руки за спиной, силой Бога, если ему это приказать, он послушает. Но пока ты ему не прикажешь, он будет царапаться и плеваться. То есть, он, вот как в отношениях, насколько ты позволяешь себе на голову залезть, настолько человек и залезет на голову. То же самое с демонами. И когда я узнал эти тонкости, то теперь уже такого не происходит, то есть, уже физического контакта не происходит, хотя угрозы упираются, это все остается. Но уже как бы не прикасаются, потому что уже идет осознанность. Я им сразу говорю, ты хочешь к Богу прикоснуться? Ты не боишься сгореть? Тебе лучше уйти. Ну, вот так. Мне нравится экзорцизм, потому что после него понимаешь вот эту реальность духовного мира, и после этого начинаешь как-то более экологично жить, начинаешь как-то более благостно, людей прощать, не обижаться, понимаешь, сторониться каких-то темных дел, знаете. Ну, потому что понимаешь, что это все реальность, что есть вот демоны, есть ангелы, и что это не шутка. Из-за души каждого из нас идет война в невидимом мире. Кого мы будем слушать? Ангелов-хранителей, духовных наставников или темных сущностей? И, как сказал один мистик, тот, кого ты слушаешь в течение жизни, когда ты развоплотишься, тот тебя и встретит на том берегу. Поэтому, если человек живет грязной жизнью, когда он развоплощается, его и его друзья там и ждут. А если ты живешь благостно, тебя встречают ангелы. Поэтому всегда после экзорцизма у меня такое идет, я пересматриваю свою жизнь, чем сильнее демон попадется, начинаю приводить в порядок, там у родственников прошу прощения у всех. Это очень такой процесс, понимаешь, что это не шутки все. Субтитры создавал DimaTorzok